Всем привет, с вами огромный привет и сегодня я буду рассказывать о своих впечатлениях от того что меня из почти блондинки сделали почти брюнетка, отрезали мне волосы, сделали челку, переодели, разобрали мой гардероб. Обо всем об этом у меня есть несколько выпусков предварительных, в общем если вы не видели, то обязательно посмотрите. И я хотела бы подытожить все мои впечатления от этих двух дней, от произошедшего, от комментариев, поотвечать на вопросы и рассказать о том, что осталось за кадром. Ответить на комментарии многочисленные, вот в последнем видео, когда я смотрела, не знаю, полчаса назад, там было больше трех тысяч комментариев, первый комментарий, который относился к стилистам, звучал примерно как, что они как-то не так одеты, недостаточно эффектно выглядят и вот как кому-то кажется, значит это точно не стилисты. На самом деле, если вы не постоянно изучаете какие-то модные тенденции, не знаете фактически основы создания гардероба, то есть не просто как вот вас мама учила, а вот как оно действительно есть с точки зрения современной моды, там базового гардероба, то очень сложно объективно оценить эффектно одеть человек или не эффектно, потому что начинается здесь просто обычная вкусовщина, этот мне нравится, этот мне не нравится, этого переодеть и все. Но базироваться, я считаю, надо на фактах. Я в последнее время вполне себе неплохо ознакомилась с какими-то там тенденциями, в общем изучаю всю эту тему, это огромный пласт, который ранее мной игнорировался, поэтому я все это делаю с нуля. Так вот, с точки зрения человека, который хоть как-то там интересуется модой, я могу сказать, что они были одеты отлично, в частности там блузка с жабо в тренде, джинсы с какими-то рваными элементами, потом бельевой стиль, да, на Маше был бельевой, то бомбер, это все тоже в тренде. Кто-то писал, что это бомбер не сочетается, но это тоже одна из тенденций, что бомбер, он не должен носиться со спортивными вещами, хотя изначально это вещь спортивная и так далее. Поэтому я бы, наверное, если бы не была там мега специалистом, я бы не рискнула как-то в фамильярной такой, знаете, пренебрежительной форме оценивать чью-то внешность. Второй момент, который меня очень сильно удивил, я уже не раз сталкивалась с тем, что от многих людей ощущение такое, что полное непонимание основ благодарности. Вот, ну, я сама, как я надеюсь, я благодарный человек, и когда я чувствую с чьей-то стороны искреннее желание мне помочь, не навязанное, там, знаете, все у меня хорошо, тут кто-то, слушай, да у тебя все плохо, а чтобы у тебя было все хорошо, тебе надо все делать наоборот. Вот это вот спасибо не надо никому. А что касается того, когда ты делаешь запрос о помощи, ты в ней не нуждаешься и открыто это демонстрируешь. И приходят люди, которые протягивают тебе руку помощи, да, и начинают действительно как-то пытаться ответить на твои молебы, то мне кажется, надо уметь быть благодарным, даже если с точки зрения там кого-то все прошло не идеально. И я не первый раз замечала, что многие подписчики начинают, не знаю, класть там, ну, не матом, слава богу, но какими-то, знаете, очень оскорбительными словами, писать там гадости, пытаться унизить людей, которые ко мне проявляют доброту. Извините, приехать из другого города по собственной инициативе, да, заплатить за самолеты, гостиницы, потом ездить, продрав глаза, там, поспав три часа, искать мне краску. В общем, девчонки тут столько времени провели, они уже реально опаздывали на самолет, и за пять минут до регистрации, представься, не успели в аэропорт. То есть просто до последнего тут со мной были, и я не знаю, как может язык после этого повернуться, там, что-то критиковать, ну, вот с точки зрения не объективного какого-то мнения, ну, точнее, мнения всегда субъективного, ну, как бы по преподнесенного в уважительной форме, а вот просто, вот знаете, как вот пощечины раздавать. Ясное дело, что с моей стороны я отблагодарила девочек тем, что осветила их работу, вот, и это нормально, да, у нас произошел взаимовыгодный процесс, но это не отменяет того, чтобы уметь ценить чьи-то усилия, направленные в вашу сторону. Следующий момент, многие, в принципе, негативно отнеслись к переменам, что нет-нет-нет, не надо было этого делать, ты что, у тебя все было зашибись, как, что ты вообще куда-то полезла. На самом деле я еще на канале Ирины Соковых очень сильно удивилась огромному количеству просто жутко негативных комментариев, когда она выбрала себе висок. То есть у нее тут просто, знаете, в стиле Рианы прическа получилась, и комментарии были такие, как будто она отрезала себе ноги, или, короче, что-то абсолютно непоправимо случилось. Для меня это загадка, почему надо так держаться за свой какой-то образ, и, не знаю, лить вот такие слезы, потому что вас там перекрасили. Волосы имеют свойство отрастать, даже если побриться там под мальчика, какое-то время пройдет, и все вернется на круги своя. То же самое перекраситься тоже реально хоть на следующий день. Если ничего не пробовать нового, не выходить из так называемой зоны комфорта, то вы никогда не вырастите, потому что можно всю жизнь просидеть в своей капсулке уютненькой, и даже не знать о том, что за ее пределами есть другой мир, а правда в том, чтобы оттуда вылезти, надо напрячься, открыть дверку, высунуть ножку, сделать шаг, посмотреть. В моем случае я отправила стилистам конкретный запрос, а именно на почве там ситуации предыдущей, которая у меня произошла там недавно, когда я на себе ощутила, как тобой могут пренебрегать, и, как мне показалось, это напрямую завязано в том числе на внешности. Правда в том, что когда ты меняешься внешне, это за собой может повлечь внутренние изменения, и наоборот. То есть как-то это все очень связано. И мне очень хотелось какой-то, знаете, обрести возрастной вес, не килограммовый, а вот ощущать себя более такой степенной девушкой, которая, не знаю, имеет вес в обществе, и чье слово не просто сотрясает воздух, если вокруг есть люди, а то, что к вам прислушиваются. Так вот, когда я была там такой полуцветло-руссо-рыжей блондинкой, то реально я себя ощущала такой девочка-девочка. Сейчас вот с этим, хотя казалось бы, блин, стаканчик краситель, я совсем по-другому себя ощущаю, как-то увереннее. Вот, посмотрим, как это выльется, когда вокруг меня будут находиться люди. Я думаю, далеко не сразу там глобальные изменения начнутся, но это первый шаг. Следующий пункт, который очень мне понравился при общении со стилистами, это огромное количество аргументов, причем аргументов, которые меня убеждали. Тоже немножко так удивило количество комментариев, которые говорили, слушай, ты брось свое старое, ты послушай стилистов, при том, что я всю дорогу сидела вот так, да, угу, я согласна, задавала какие-то вопросы, да, чтобы не просто вот, потому что мне сказали, как в школе, я замолчала и сделала, для того, чтобы произошло понимание. Понимание возможно только тогда, когда ты какие-то уяснишь спорные для себя моменты. Поэтому я задавала вопросы, получала ответы, которые исчерпывали эти вопросы. Соответственно, именно таким образом происходит настоящее освоение информации, когда нечто чужое становится по-настоящему твоим. Я очень обрадовалась тому, что мне не просто говорили, это выкинь, это оставь, прям показывали пальчиком, почему, в каком месте, мне это низко, это велико. Многим мне понравилось то, что из меня сделали степенную барышню, но суть в том, что то, как вы в конечном счете одеваетесь, зависит от посыла, который вы хотите донести до окружающих. Мне мой посыл, простая девочка, которая выглядит на 45 лет моложе, чем есть на самом деле, она вся такая милая, глупенькая блондинка, мне это запарило, потому что по жизни ко мне все так и относятся. И даже когда я в 10 раз лучше знаю какую-то тему, чем человек, который передо мной, но только потому, что он как-то, не знаю, лучше одет, увереннее себя чувствует, он считал нормальным, пытается меня постоянно заткнуть за пояс. Вот мне захотелось наконец-то стать, ну не матродой, конечно, но вот чтобы моя внешность в том числе отражала, что, блин, я не просто, знаете, блондинка с ветром в голове, нервно хихикающая в сторону, а что я могу где-то действительно аргументировать свое мнение, что в каких-то моментах я разбираюсь в каких-то вопросах. Еще вопрос касался моей фигуры. Огромное количество комментариев на тему, какая ты жирная, срочно тебе нужен суперфитнес-инструктор. Я согласна, что моя внешность, а именно тело, далеко от идеального, но правда в том, что когда вы 9 месяцев не придерживаетесь диеты, потом вот так вот прийти в форму практически нереально. И я очень рада, что у меня понимающий муж, который, не знаю, подсовывает мне трубочки заварные, и фактически он меня поддерживает, я не знаю, как бы я не выглядела, никогда там ни разу в жизни мне не сказал, что мне там похудеть надо или еще что-то. И я чувствую себя всегда, не побоюсь этого слова, желанной женой, поэтому у меня нет какой-то мега потребности похудеть за 3 дня. Знаете, я спокойно, комфортно, по мере сил буду заниматься этим вопросом, и у меня есть внутренняя убежденность, что моё похудение никуда от меня не денется. Да, но просто это все произойдет своим чередом. Вот так. Опять же, не обязательно мне там только вниз, 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 вниз. Я могу прославиться, там что-то съесть и поправиться, потом опять похудеть. Это жизнь. И как бы делать из этого какую-то трагедию или стрёматься, там спрятаться за угол. Типа, я на полкилограмма прибавила, да пусть хоть на 10, и мне стыдно перед камерой сесть. Что же люди подумают? Плюс ко всему, после кесарево сечения полгода нельзя отдавать нагрузки, да, и в частности, никакой нагрузки на пресс. Поэтому я занимаюсь постольку, поскольку спортом, я хожу на растяжку. Но это все, честно сказать, мало помогает непосредственно похудению. Поэтому я была бы очень рада, если бы среди зрителей были в том числе корректные люди, которые понимали, что процесс вынашивания ребенка – это не та вещь, после которой большинство женщин за, не знаю, месяц приходят в идеальной форме. Еще одно очень распространенное мнение, что нельзя пытаться выглядеть красиво, пока твое тело не находится в идеальной форме. Я, честно сказать, тоже поначалу так думала. Более того, я огромное количество вещей, которые мне там присылали на обзор, и заказала на свои дородовые параметры. Сейчас, мне кажется, что я с этим перестаралась, потому что живем мы сейчас, и каждый день хочется выглядеть красиво, а не только с перспективой через 10 лет. Хорошо, сидящая одежда, она наоборот может стать стимулом, выглядеть круто не только одетой, но и раздетой. Когда ты приходишь домой конфеткой, проходишь мимо зеркала, ты от себя тащишься, то тебе хочется тащиться и в душе от себя, и тогда, когда ты раздеваешься, ложишься спать и кайфовать на всех процессах соседства с собственным туловищем. В то же время, если ты отвратительно выглядишь на всех этапах своей жизни, но в текущий период, то есть хоть ты одетый, хоть ты раздетый, а где взять стимул приводить себя в порядок? Мне кажется, тогда опустятся руки, ты уже просто начинаешь не верить в то, что ты можешь быть красоткой. И я даже ощутила один из луков, который мне приготовили, это джинсовая курточка, я был с юбкой с высокой талией, и я настолько от себя порлась, блин, я уже забыла, что я могу так себе нравиться, реально, и мне кажется, будь я мужчиной, а-а-а-а. Это классно, это зажигает, и ты начинаешь верить в себя опять, и так, ребята, что я не пойму, делаю с таким позом, когда я могу быть такой крутой, надо выжать из своей внешности максимум. И еще очень такой актуальный момент, многие возмущались, как ты могла спокойно мерить платье, когда плакала Алиска. Я бы согласилась, если бы Алиска плакала одна, да, там, в коляске или, не знаю, в кроватке разрывалась, а мама там модой занимается, но Алиса была с бабушкой. Более того, бабушка в какой-то момент попала в кадры, она на руках ходила, успокаивала Алису. И меня несколько удивило, что некоторые женщины считают, что если ребенок плачет, то вокруг него должна собраться вся семья, и никто не может себе позволить заняться абсолютно ничем, пока ребенок не успокоится. Это, мне кажется, очень странно, потому что дети иногда капризничают, могут плакать, могут хотеть спать, поэтому плакать. Количество людей, которое соберется вокруг ребенка, не влияет прямо пропорционально на время, за которое он успокоится. И я все-таки сторонник того, что любому ребенку нужна мама, по возможности не запирающаяся дома, не останавливающаяся в развитии, не начинающая там с нуля на уровне ребенка, не знаю, заниматься исключительно его вопросами, но и мама, которой ребенок может гордиться, которая не перестает там куда-то стремиться, потому что ребенок взрослеет, и его мировоззрение выходит за рамки погремушек. И когда-то ему захочется, не знаю, показать маму друзьям, ему будет приятно рядом находиться с красиво охоженной мамочкой, да, спокойной, счастливой. Это все значит, что маме надо заниматься в том числе и собой, а не только своим любимым чадом. Поэтому я за равновесие и за то, чтобы по возможности совмещать роль женщины как личности и роль матери как человека, который заботится о своем малыше. Вот такие вот дела. В целом, я безумно рада, что, не знаю, жизнь мне подбросила возможность пообщаться с девушками, что они на меня посмотрели свежим взглядом и донесли до меня свое видение моей внешности. В любом случае, я хочу сказать большое спасибо всем-всем-всем, кто выражает свое мнение в комментариях, да, особенно когда это делается корректно. Даже если вам что-то не понравилось там или вы с чем-то не согласны, я только за, если это происходит цивилизованным дипломатическим методом. Вот, и таким подписчикам я шлю просто пламенные поцелуи. И четыре пламенных поцелуя шлю тем, кто меня поддерживает, пишет мне всякие приятности, потому что ты чувствуешь, что ты там не зря, короче, не знаю, занимаешься, не пойми с чем, с камерой регулярно, и все это кому-то надо. Вот так, а узнаешь ты об этом только потому, что видишь обратную связь. Так что всем огромнейшее спасибо. Я, как всегда, с удовольствием почитаю, что вы думаете на этот счет. Всех целую. И всем пока.